Мир вам дорогие друзья, и как вероятно сказал бы Саша Спилберг перед посещением Госдумы Не струяшь себе фонтан! С вами Вечерний Бергер, и сегодня в программе вы узнаете Когда рвануло где-то внизу, новый блогер на YouTube словил хайп Блогеров тянут в думу, но думают ли блогеры? Кто на этот раз? Свободный человек 80 уровня, и каков его идеал? Шок! Оказалось, что Земля плоская Никто не верил и никто не ждал, что кто-либо из призванных к ответу Навальным персонажей решится дать ответ Ну или ждали, но по федеральным каналам И тут весь YouTube вздрогнул от мощи и красноречия самого Алишара Усуманова Видимо, обида покоробила... Добрый день, Алексей Навальный Имею в виду, ты врешь Негодяй сидел в тюрьме, и причем по реальности Кража социалистической собственности, которую я не крал А взятки, которую я никому не давал Я провел в тюрьме одну ночь Из нас двоих уголовник это ты Так вот, из этих денег, помимо налогов Я еще миллиард отдал на благотворительность и просто помощь людям Это очень опасно Я обязательно где-то спотклююсь Что людям платят не только за то, что они делают сделку А за то, что они не делают Действительно, извинился, выжил успокоенно Я преступник Люди, которые смотрели это видео, знали Что я, Алишер Усманов Я преступник Я вор Твои потуги меня оболгали Это лайк моськи на слона Фу на тебя, Алексей Навальный Алексей Полиграфович Навальный Фу на тебя еще раз И в отличие от тебя, говорит Алишер Я сидел по реальности фабриконному делу Закражу социалистической собственности Наверное, поэтому он скинулся на полмиллиарда Для скупки своих активов Король Амиго Браузера Скорее всего, просто бомбанул от постоянного упоминания о нем, как о воре А не потому, что кто-то его попросил из властителей Он думает, что ему кто-то завидует И поэтому очерняет его блестящую и непорочную фигуру А также он считает заодно всех говном Навальный, ты не прав А в конце он создал, как настоящий хайповый блогер, целый мем Фу на тебя, Алишер Усманов Фу на тебя Фу на тебя Фу на тебя еще раз Приключения блогеров в Госдуму продолжаются На этот раз решили промывать мозги подписчикам вот этого чуда под именем Саша Спилберг Привет, пухленькие Нофига, пухленькие Все, 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 пухленькие Мне придется сказать вам о себе много нового Например, то, что я собственноручно построила ракету Родила пятерых детей, включая одного инопланетянина Поработай головой, чтоб купить свои мечты Все вокруг решает кэш, все остальное понты Это понты, это, это понты Только вот просчитались, друзья Промывать тому, кто это смотрит, просто нечего Так что, увы, боюсь, что это снова провал Уже Спилберг выступила с занудной речью в Думе Где заранее обрезала все подозрения в ее продажности Вот такими словами Здравствуйте, уважаемые дамы и господа депутаты Меня зовут Саша Спилберг Насчет использования видеоблогеров для борьбы с уличными демонстрациями Как-то так коммерсант написал Я не сторонница крайностей Как входа в соцсети по паспорту с 16 лет Так и митингов по поводу того, что кто-то носит желтые кроссовки У меня гость, это Тимур Я его позвал не просто так А тема... Не просто так, не просто так Тема у нас сегодня коррупция Что ты думаешь о коррупции? Это плохо Это плохо Мобилу не ты там уронил? Где? Вот, давай Где моя мобила? Какая мобила? Я ничего не брал Здесь мобилы Не было тут мобилы Ну ладно, я тогда пойду Пока А еще призвала депутатов освещать свою жизнь в соцсетях Чтобы к народу русскому ближе быть Но что-то мне подсказывает, что эта идея не самая лучшая Станьте прозрачными Делайте видео на YouTube Выкладывайте посты ВКонтакте Или в любые другие социальные сети, которые вам ближе В этом зале нет людей, которым нечего сказать Не бойтесь показать свое человеческое лицо Свою семью, увлечение и, самое главное, работу Я вас первый раз вижу Моя ксива, Сергей Валерьевич Советник Главы республики Это вам дает право Нет, это не дает Выбившим за рулем Нет Я не пьяный Я выехал для того, чтобы я провел людей Советник Не кричите на меня Так, короче Все россияне, русские люди Мы прошли и голод, и холод, и все, что по ней прошли Надо просто задуматься о собственном здоровье Стать поменьше, питаться, например Рожа сладкая, лосница Отчего и не пойму Жизнь в адак мой за границей Постигает жизни суть Там учись, не оставайся А про родину забудь Также и предложили стать помощником депутата Вот этот мужик на фото педофил из фильма Извините, я просто отвлекся В целом это продолжение истории о приглашении блогеров к министру с лишней хромосомой И дальше, полагаю, будет еще весь Ну что ж, ждем с нетерпением В последнее время я часто слышу, как человек чудовищно оскорбляет другого человека Его вероубеждение или то, что ему дорого, возмущается, когда ему в ответ говорят, что это, мягко говоря, недопустимо И тогда такой агрессор начинает рассказывать о том, что он свободный человек А это свободная страна Делаю и говорю, что хочу Свободный человек это зеленый светофор Что он такого делает, в отличие от несвободных людей? Свободный человек может где угодно быть, если ему разрешают А несвободный может быть не везде А сейчас я покажу вам последнюю стадию такой свободы головного мозга Лорд истинно свободных людей и искренне следующим этому пути Алексей Макеев Как он докатился до жизни такой, не понимает никто Биография у этого человека более чем занимательная Родился он в городе Электросталь Отец и мать инженеры Приличная семья с одаренным сыном Закончив институт, парень начал неплохо зарабатывать, играя на бирже И сколотил состояние Почти 40 миллионов рублей Чурят гнижу, подошли Они же телепаты Вот когда этот выблюдок на меня смотрел А вот что показывает И в памяти у выблюдка именно это останется Я не пойму С них уже содрали кожу или Они только к этому готовятся Предупреждают Так как на меня уже не раз были террористические атаки со стороны русских Считаю адекватные меры при попытке приблизиться мне Ко мне ближе чем на метр Адекватные меры это Удары на поражение Что ты у блюдов тут на дороге Гнида Че ты тварь орешь там Факин мекс Вот такая тут жизнь Среди обезьян Ну это вообще псих Неверное сравнение Скажет кто-то Но разве в целом это не то же самое Этот персонаж хочет вырезать всех нерусских Да и русских тоже Он нацист, но Гитлер у него еврей Очень откровенно говорит о императоре ФСБ Ну прямо знаменоносец, свободы И в целом кроме него Другой чисто расы и инерту В конце концов этот трэш закончился тем Что его линчевали местные мексиканцы Но он успел зарезать двух из них Странно что таких психопатов не сажать в спецучреждения Блогера высмели за эксперимент с проверкой земли на плоскость В сети высмели американского ютуб блогера И члена общества плоской земли The Marble Который пролетел несколько часов в самолете С измерительным инструментом Пытаясь доказать что планета на самом деле плоская На это обратило внимание издание The Independent Вероятно парень надеялся Если показатель на уровне не сдвинется с места То ему удастся развить миф о шарообразности земли Ради эксперимента он вылетел из Северной Каролины в Сиэтл В твиттер эксперимент блогера назвали Идеальной комбинацией прекрасного и тупого Некоторые вообще не поняли чего добивался экспериментатор Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и прочую фигню Всем пока Сначала, почему я в ванной полу-голая? Потому что я собираюсь набирать ванную из чипсов Начнем! Мне кажется я мечтала об этом всю свою жизнь Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok